здравствуйте добрый вечер я с белоруссии в городе с россии да я с россии а чем вы интересуетесь история политика религия экономика политика у вас какие-то политические взгляды конкретно да патриотически ну это же не политик это патриотизм это немножко а чё это не часть политики у нас очень много уехали за кордон и обтирают россию достаточно видных деятелей искусства ну есть такое а что вы хотите от деятелей искусства они всегда валили за кордон как 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 в россии неплохо они только их и видели оставим на на их совести патриотизм это же не политика немножко это же такое почему политика бывает разное бывает патриотизм и бывает протекционистская бывает нельзя колониальная бывает короче там много направлений политика политика это борьба за власть класс общественной классу за власть правильно почему общественный класс классов много классы разные из класс которые ни за чё не берутся например класс иждивенцы зачем будет драться если они все иждивенцы старики женщины дети из пролетариат производящий из буржуазии но считалось эксплуатирующий класс из менеджмент который управляет правила базис и надстройка а борьба за власть это есть цивилизованные методы это выборами есть нет цивилизованный переворот все борьба за власть то есть а как вы относитесь да да слушаю а как вы к идеям построения коммунизма относитесь на ум человечества всегда хотела жить лучше чем есть одна из гипотез достаточно научно обоснованных в отличие от ну как царстве небесному все относились христос же говорил придет на землю царствие небесное коммунизм сказали будет построен коммунизм разные слова говорили об одном и тот же ну кто там демократию строит то же самое это близко к демократии демократии то вообще в греции придуманной власть народ не дали того а кто то ее защищать что ее защищать если ее нет ну демократия то форма власти да форма управления диктатура есть демократия причем лучшая форма управления это диктатура ленин вводил диктатуру пролетариата гитлер диктатуру расов там превосходства диктатуру скажем кочевников сейчас диктатура капиталистов правильно ну где как ну да в принципе ну а правящие классы они всегда отличались от пролетариата тем что концентрировали в своих руках власти капиталы вопрос в том как они распоряжаются есть ли гармония между классами или есть антагонизм между классами в россии гармония потому что там все за президент а вот в америке там до гражданской войны может дойти потому что там не нравится пролетарием как ими управляет байден пьяный в россии нравится поддержка у президента 80 процентов факт упрямая вещь статистический наблюдение не все так хорошо понятно не ошибается тот кто ничем делает никто не говорит что он святой но тем не менее поддержка у него есть он выигрывает ну я вообще-то хотел поговорить о проблемах всего если говорить о политике допустим вот эта вот борьба классов за власть то проблемы всего человечества неважно там в россии в америке у нас цель богатые 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 Они могут мирно существовать, а могут возникнуть антагонизмы. Мирно существует, когда есть возможность перехода из класса в класс, ничем не ограниченная. А когда нет, ну, допустим, в царской России. Там было общество сословное. Если ты к одному сословию принадлежишь, хрен тебе чего положено. Поэтому Владимир Ильич закончил гимназию, а Иосиф Виссарионович трекласс какой-то, как мама оплатила, на этом все и закончилось. Ну, если Россия правления Николая Второго, там, да, она еще формально была пиодальна. Но это уже была капиталистическая страна. Уже капиталисты дружа. Зарождался, она не могла стать капиталистическим, потому что была чересчур аграрма. Там очень подавляющие были крестьяне, большинство. Городов-то у нас и сейчас всего 16 городов миллионов. А тогда что творилось? Там Москва, Питер, ну, там еще 5-6 промышленных городов остальное все. Индустриализация же не пошла. Поэтому пролетариат, он, как бы, двигал вперед, но его удельный вес был уничтожен. В сравнении с крестьянством, опять же. А если брать привилегированные сословия, такие как дворянство, их вообще 10% было от населения. Да. Где-то примерно так. Примерно где-то так. Слушайте, вы говорите, может капитализм там существовать как-то гармонно. Цель капиталиста, цель капиталистического хозяйства – получение прибыли, правильно? Это цель любого хозяйства. Дело не в получении прибыли. Вы не усвоили маркс. Дело не в получении. Дело в распределении прибыли. Если вы будете работать убыток, неважно, капиталист вы, социалист, коммунист, вы просто обанкротитесь. Вы ставите неплатежеспособность. Потому что ваши активы будут значительно меньше, чем ваши долги. Убыток никуда не исчезает. Он превращается в непокрываемую задолженность. Вас просто разорвут в адкрот. А когда вы работаете с прибылью, вы должны не только извлечь прибыль, но и ее определенным образом. Вот Генри Форд. Генри Форд гордился тем, что на его заводах была самая высокая зарплата в отрасли. И у него рабочие имели право на участие в прибыли. То есть, если рабочий отработал достаточное время, он получал бонус. И в конце года он говорил, да, были и у нас тяжелые дни, но подавляющее время мы не знали, куда девать прибыль. Несмотря на то, что мы делили прибыль ежемесячно, по итогам года нам приходилось ее делить в сторону ее увеличения. И он рабочих считал своими компаньонами. Так что у него чисто социалистические отношения. Несмотря на то, что в это же время рядом с ним был и Уолт-стрит, и гангстер, и что только не было. Да, там существующие другие отношения. А он, ну его и называли социалистом, коммунистом. Генри Форда-старший. Там несколько Форда-старший. И, кстати, в конце жизни, в конце жизни он сделал свой завод акционерным обществом. 60% отдал семье. Потому что кто-то должен управлять, должен быть контрольный пакет. А остальные акции раздал между работниками. Распределили. Вы знаете, 1 мая праздник труда. Откуда он пошел? Почему его начали праздновать? После какого события? Ну, по-моему, это еще библейский праздник. После расстрела демонстрации, стачки, забастовки именно рабочих заводов Форд. Ну, которых была там прибыль, что-то так вы рассказали. Да? Это именно рабочих Форда расстреливали. Еще раз говорю. После этого... После этого... Ну, да, да. Как вы сказали, все нормально. Но расстреляли именно рабочих Форда. После этого этот праздник встречается. Еще раз говорю. Еще раз говорю. Форда 2. Если Генри Форд младший, есть Генри Форд стаж. То про Генри Форда младшего Ли Якову, профессиональный менеджер, который является... Писал, что его сыр был далеко не похож на отца. И весь дух Форд был. Да, вот при нем, да, было такое дело. Но это никак не при... Вы знаете... Ладно, давайте я это сам. Мы говорим об экономике. Экономика – это производство и распределение благ. Правильно же, да? Нет, неправильно. Ну, что? Экономика – это наука. А не распределение. Наука, изучающая закономерности хозяйства. Так и переводится. Экос, номус. Закономерность хозяйства. Все. Базовые терминологии не знаем. Законов экономических не знаем.